Инцидент, произошедший в зале спортивного клуба «Олимп-99», губернатор области назвал вопиющим. Об этом он заявил на оперативном совещании с членами правительства области. По распоряжению главы региона, ребятам, которые стали свидетелями убийства, будет оказана психологическая помощь. О том, какие последствия для психики детей могут иметь подобные инциденты и как взрослые могут помочь в данной ситуации, мы поговорим с саратовским психологом Оксаной Акимовой. Оксана, здравствуйте. Добрый день, Павел. По данным правоохранительных органов, свидетелями этого убийства стали дети от 10 до 18 лет. Расскажите, как трагедия повлияет на психику детей и как родители школы могут теперь помочь им справиться с тем, что они увидели? Как эта трагедия, произошедшая на глазах у ребят, отразится на их психике, предсказать очень сложно. Конечно, каждый ребенок индивидуален, но могу сказать точно по своей достаточно большой длительной практике, что мы все время с вами адаптируемся к разным входящим событиям. Такого рода травматические события, такого масштаба травматические события никогда не остаются бесследными для любого ребенка, любого возраста и для взрослого тоже. Поэтому однозначно какая-то помощь психологическая, грамотная, профессиональная психологическая помощь, я думаю, что системная и, конечно, достаточно длительная, нужна для каждого ребенка, который присутствовал при этом событии. Я бы даже больше сказала, есть определенный уровень тревожности, напряженности у жителей Саратовской области. Есть масса впечатлительных людей, которые по телевизору это увидели и в интернете это прочитали. И, возможно, в них это всклыхнет какие-то такие впечатления, эмоции, с которыми тоже можно было бы поработать профессиональному психологу, а уж не говоря о непосредственных участниках событий. Оксана, расскажите, как теперь нужно вести себя родителям и что теперь с детьми будет происходить, а не замкнуться в себе, на что надо сделать упор? Вести себя с детьми, которые пережили, на их глазах произошло это событие, внимательно. Потому что получается, что вариантов реакции в соответствии с психотипами детей масса. Кто-то будет более молчаливым, чем раньше, кто-то пойдет в сторону каких-то истерических реакций, например, плача, не знаю, какого-то наоборот. То есть нужно бы наблюдать, внимательно наблюдать, отслеживать какие-то изменения, которые, возможно, не характерны для этих детей. Наверное, школьным психологам хорошо бы обратить внимание не только наблюдением и беседами, но и какие-то всевозможные рисуночные вещи. Потому что очень многие дети, так устроена психика, не могут найти адекватного выхода тем, той глубине и остроте эмоций, которые они переживают. А вот рисуночные техники очень много показывают, хотя, опять же, не всегда и не со всеми. Очень важно внимательно быть к этим детям, родителям и педагогам сейчас. И в случае отклонения от характерного поведения обращаться сразу к специалистам? Вы знаете, мне кажется, что это как в режиме психологов МЧС. Мы говорим о совершенно конкретном событии. Я думаю, что обратиться к психологам лучше бы всем сейчас, профилактически. И, наверное, какое-то время сопровождать этих детей, наблюдать. Если что-то будет, корректировать. Если нет, хорошо. То есть я думаю, что наблюдение и сопровождение этим детям нужно однозначно. Спасибо, Оксана. А я напоминаю, в гостях у нас была саратовский психолог Оксана Акимова. Прощание с Азаматом Нормановым состоится 2 декабря. Все, кто знал, руководитель областной федерации карате могут проститься с ним в оке звездной с 10 утра до часа дня. По некоторым сведениям, спортшколу, которую создал Азамат Норманов, возглавит его дочь.